Ребята, всем привет! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Это Oppo A53. Модель достаточно интересна. Отмечу сразу, в ней, конечно, есть свои достоинства, свои недостатки. Пластиковый корпус, пластиковая рама, судя по всему, но защитное стекло Gorilla Glass 3-го поколения. Есть прекрасный стереозвук и такого качества звук, честно говоря, не ожидаешь иногда даже во флагманах. Да, на максимальной громкости, если смотрите фильм или игрушку какую-то запускаете на телефоне без наушников, кстати, и разъем 3.5 здесь есть, то звук несколько подзахлебывается, но, ребята, здесь запас по мощи такой большой, что с этого телефона комфортно озвучивать, если вы, конечно, один и никому не мешаете, даже, ну, не небольшую комнату, но чувствовать звук будете классно. И в этом, конечно, плюс телефона. Но в нем есть и минусы. Например, мне совершенно не понравилась камера, об этом я вам честно расскажу. Сейчас 11.11 и еще есть возможность закупиться на jom.ru. Это международный marketplace, где представлен товар из Японии, Кореи, Китая, Турции, бренды из Англии и России. Это целый сервис, там можно почитать отзывов, и я сам вижу отзывов огромное количество. Есть очень уникальные интересные цены на разные товары и 11.11 грандиозный праздник скидок. То есть сегодня еще можно успеть. Положите в корзину любой товар с корзиночкой, воспользуйтесь моим промокодом, и вы получите возможность не только купить товар со скидкой, но и поучаствовать в розыгрыше 100 тысяч баллов на весь ассортимент товаров jom. Промокод ARSTYLE дает скидку 5% на все товары Кореи, Японии, Китая, Турции и Англии. Это классный сервис, там огромное количество отзывов, можно задать вопросы, почитать отзывы других пользователей со 150 миллионами 5-звездочных отзывов. Ребят, вдумайтесь только. Zoom это еще и соцсеть для покупателей. Здесь есть возможность коммуникации с другими покупателями, и на Zoom даже спустя 3-4 месяца после покупки можно спросить, как себя ведет вещь. Ссылка под видео. Ну а что касается OPA53, то тут все просто. Здесь большой 6,5 дюймов HD+, экран, но 90 Гц частота обновления, что конечно же здорово. Знаете, я вот сейчас вот поигрался еще, если раньше я говорил постоянно, что я разницы не вижу между 60 и 90, то на этом телефоне разница есть. Она небольшая, но листая менюшки, я вижу разницу 60 и 90 Гц, но конечно 120 или еще выше, еще лучше разница чувствуется. Но извините, телефон, который на данный момент стоит 11 тысяч рублей с небольшим, но цены могут меняться. Так вот, телефон не особо большой, до 200 грамм веса не дотянул, хотя батарейка 55 тысяч миллиампер час, и это радует. Телефон более-менее ухватист, как и все такие телефоны пластиковые, но я бы носил его в бампере, который идет в комплекте. Ничего особенного во внешнем виде нет, сверху у нас ничего нет, даже нет микрофона шумоподавления, лоточек, слот тройной, две сим-карты и карта памяти. Кнопка включения с одной стороны и кнопки громкости с другой. Мне не нравится такое расположение, это неудобно, если телефон держишь вот так и играешь, то кнопку громкости периодически можно задевать пальцами. Но это опять же я, возможно, вы какой-то проблемы с этим не почувствуете. Разъем USB Type-C, слава богу, что Type-C. И, конечно же, разъем для наушников 3,5 миллиметра. Один динамик и второй в качестве разговорного используются. Ребят, многие пишут из вас, что если стерео и динамик используются разговорно, они все сейчас так используются, то вроде как слышно окружающим, о чем вы говорите. Но знаете, это проблема, по-моему, всех телефонов. У меня Google Pixel 4, обычный. И там также прекрасно все слышно. Решается все очень просто. Я просто громкость разговоров делаю потише. И даже на оживленной улице все равно все слышно, но меня становится слышно не так сильно, если я говорю, например, в полной тишине. Экран. Я уже высказался. 90 Гц IPS. Если вас не смущает на 6,5 дюймов его разрешение, то вы останетесь им довольны. Экран достаточно хороший. Мне нравится. У него запас по яркости большой. Есть возможность поставить темную тему. Есть возможность настроить световую температуру. И вопросов к нему, кроме разрешения, честно говоря, не возникает. 90 Гц можно поставить либо вручную по умолчанию. Те приложения, которые поддерживают, будут с 90 Гц. Либо 60. Либо автовыбор поставить, что я и рекомендую. Камеры. А вот тут, ребята, телефон буду всячески ругать. Несмотря на то, что он относительно недорогой, мне не нравится качество фотографий с этого телефона. При том, что рукоугольной камеры нет. Только основная используется цифровое, пятикратное приближение, но толку от него нет. Все мылит. Сами фотографии ночные, ужасные. Дневные. Тоже далеки. Даже от статуса нормальных, честно говоря, мне они вообще не понравились. То же касается видео. Максимум можно записать в качестве Full HD и 30 FPS. Картинка мыльная, не очень приятная. Поэтому не то, что камерафон, а просто даже, не знаю, там, ребенка своего фотографии делать, чтобы родственникам WhatsApp скинуть, или там что-то фотографировать, не особо, не подойдет. Несмотря на массу достоинств, которые здесь есть, но вот камера это одно из слабых звеньев этого телефона. Процессор. Qualcomm Snapdragon 460 по 11-нанометровой технологии. Вроде как Qualcomm, многие из нас уже привыкли, если Qualcomm, то значит все хорошо. Ну, я бы не сказал. Телефон медленный, по 11-нанометровому техпроцессу создан, и даже родные приложения, там, снимки, музыка, все это открывает небыстро. Еще и не факт, что, может быть, даже и Mediatek был бы лучше, как ни странно, мои слова звучат, какой-нибудь там G90 или... Ну, тоже не факт. По крайней мере, там игрушки хотя бы пойдут на более высоких настройках. Но, но то, что есть. В любом случае, для вашего спокойствия, если вы доверяете именно Qualcomm, хотите Qualcomm 10-460. Это не самый хороший процессор от Qualcomm, небыстрый, но, по крайней мере, у вас не должно быть проблем с автономностью, что я и подтверждаю, несколько дней телефон живет хорошо. Ну, как, опять же, на 90 Гц, если по умолчанию поставить, в любом случае, с утра до поздней ночи он у вас доживет. Полтора дня под вопросом. Опять же, сценарий использования у всех совершенно разный. Модуль NFC, смартфонник, конечно же, есть, если вам удобно расплачиваться с помощью телефона. И что у нас остается? Оболочка. Оболочка своя собственная. Есть разные движения, жесты. Мне нравится вот такая вот фишка, как в Самсунгах. Это в верхней правой части экрана, мы просто пальцем выводим, такая вот штуковина на экране появляется. Это удобно. Можно сюда какие-то быстрые приложения повесить. В целом, если подводя итоги, единственное, еще отмечу, камера, здесь камера на 16 Мп больше, чем основная, фронтальная. Мне тоже она не понравилась. Она достаточно большой вырез под нее. И скрыть ее нельзя. Ну, если вам это вдруг нужно. Только в некоторых приложениях можно это сделать. Подводим тогда итоги. Ну, телефон однозначно за 11 тысяч с NFC, с большой батарейкой, все-таки, и со стереозвуком найти такой непросто, честно говоря. Прямые конкуренты те же Xiaomi, те же Realme, те же там, не знаю, Vivo, там от Самсунга что-то еще есть. Ну, грубо говоря, в 11. Но думать вам, покупать или нет. Однозначные плюсы. Это качественный стереозвук. Это 90 Гц обновление экрана. Пусть он HD всего лишь плюс разрешения. Это хорошая батарейка 5000. Минусы. Это камеры, притом по всем фронтам. И фронтальная, и основная, и видео. Все печально, откровенно говоря. Не верите, убедите сами. Ссылка на оригиналы под видео. И мне не нравится, что он медленный. Хотя, возможно, глупо придираться к полкомсным Dragon 460. Мы не ждем каких-то от него чудес. Вот такой вот телефон получился у компании Oppo A53. Покупать или нет, каждый решит для себя сам. Все ссылки оставляю под видео. А я, как всегда, вам желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем, Давид. Счастливо, друзья.